Всем привет! Вот у нас зима. Откапываемся. Мы собрались съездить в одно место. В гости, в русский магазин по дороге заедем. И вот нужно раскапываться. Нас вчера снежком тут чуть зажали. Видно, вот эта машина очистилась. Нет? Тут поджало нас. Сзади нужно разгребываться, раскапываться. Ну ничего. Пока машина согреется, мы забацаем это все. Сейчас быстро. Вот так у нас. Сегодня снега уже не будет. Хватит этого. На следующей неделе там какой-то еще один день прогрессирует снежок. Но мороз минус один. Снег сухой. Не липнет. Нормально. Эту трагедию мы переживем. Легко и просто. Чуть-чуть. Когда снег, нужно чуть-чуть работать. Да? Привет. Привет, привет. Вот так мы это все раскрываем. Вот такая работа. Делаем. Но мы такое все. Как и женщины, так и мужчины здесь. Это работа для ранок. Все. Встретимся. Спит наша деревня. Сегодня воскресенье. Люди отдыхают. В воскресенье здесь вообще все вымирает. Если в рабочий день уже шуршат с утра, потому что едут на работу, в воскресенье все спят. Спят допоздна. Так что вот такие у нас красивые зимние этюды. Людей не видно. Вот только один дядя шагает, который, наверное, дышит с утра. Нанимается спортом. Здесь и в хорошую погоду на улицах никого не встретишь. Вот тетечка снег тоже отгребает. Люди, может быть, пенсионеры, которые не спятся, могут выйти поработать. А молодежь и все остальные спят. Красота. Ошибись. Но ненадолго. Тут снег долго не задерживается. Разве что температура будет держаться ниже нуля. Но он быстро тает. Главное, что дороги почищены. Это у них тут ком в горле дороги. Самое главное. Потому что люди платят страховки. Все задерживаются каких-то правил основных. Правил вождения. Ну что, зима? Ничего не поделаешь. Нравится, не нравится. Так и будет. Наши покупки в оптовом. Взяли вот такой чизкейк. Карамель, пекан. Сыр. Ховарки. И фету взяли. Яички. Булочки. Панакопика. Мясо. И горечневый сахар. Раздавали конфетки. Раздавали вот такие конфетки. И всем подарок. Где она? Геночка. Убил куковский водички. Хватит уже нам до нового года точно. Сейчас мы тут выставляемся. Взяли в оптовом магазине вот такое авокадовое масло. Авокадо ойл называется. 100% натуральный. Все. High heat cooking oil. Значит, можно готовить на температурах до 500 градусов по Фаренгейту. Как бы вариант лучше, наверное, как подсолнечное, к которому мы привыкли. Но нужно пробовать что-то и новое. Читала о нем в гугле. Очень такие о нем отзывы хорошие. Вообще полезная штука. Попробуем мы попользоваться. Если будет классно, порекомендую его. Сейчас едем мы от нашей highway, наша скоростная трасса. В гости нам полчаса езды. Вот посмотрите немножко, по каким дорогам мы едем. Здесь разрешенная скорость до 70 мейлов. 60. 65. Нет. Ну, короче, 100 километров в час тут можно ехать. И едут многие. Плюс-минус. Правда, некоторых и останавливает. Не знаю, по какой причинам. Правда, что тут уже сильно превышается скорость. 150. Да, но дороги хорошие, скоростные. И люди хотят ехать быстро. Людям нравится такая езда. Хорошая машина у всех. Люди не боятся, что их где-то на ямке не занесет и перевернет. Трассы скоростные. Слепа за рулем. Я, конечно, такими трассами ездить не люблю. Ну, нет у меня еще такого большого опыта. Хотя, когда надо, еду, ничего не поделаешь. Конечно, не превышаю скорости. Но еду. Вот мы и едем в сторону первой дороги на Трентон. На Нью-Арк развилка. Влета влево ушла. Ну, вот такие дела. Всем пока. Мы в гости. Зима. Тут трафик. Дома сидеть скучно зимой. Никуда не находишься. Пойдем на следующую неделю в церковь. Тоже покажу, если удастся, видео вам с церкви. Мы пойдем в Украинскую церковь. На следующую неделю будет Николая Святого. Мы пойдем. Там, может быть, интересно какое-то мероприятие. Деток будут. Николай будет деткам подарки раздавать. Короче, посмотрим. Все. Всем пока. Бай-бай. Хорошего дня и настроения. Субтитры создавал DimaTorzok